Высококачественный черный опал может стоить более 10 тысяч долларов за карат, что делает его одним из самых дорогих драгоценных камней в мире. Но добыча черного опала непроста. После вложения десятков тысяч долларов, горняк может не найти ни одного драгоценного камня. Так что же делает черный опал таким трудоемким в поиске? И почему он такой дорогой? Чёрный опал – один из самых очаровательных камней в мире, востребованный за его, казалось бы, бесконечное отражение цветов. По сравнению с обычным опалом, который обычно имеет один цвет, черный опал демонстрирует множество различных цветов, контрастирующих с тёмным оттенком тела. Это просто самый потрясающий и драгоценный камень на планете. Это просто необыкновенно красиво. Вы можете убрать эту вещь на неделю, выбрать её и посмотреть на неё, и всё равно сможете увидеть внутренне её то, чего они никогда раньше не видели. Опал встречается в нескольких частях мира, включая Эфиопию, Бразилию и Мексику. Но более 90% опалов в мире поступает из Австралии, и много черного опала находится здесь, в Лайтинге и Риндже. Он расположен на окраине глубинки, с населением чуть более двух тысяч человек. Горняки искали здесь опал более ста лет, но даже для экспертов найти черный опал непросто. Если бы вы начали добывать завтра, и как только вы освоите навыки добычи, а я занимаюсь добычей уже 40 лет, у нас были бы равные шансы. Просто потому, что на самом деле нет ничего, что могло бы сказать, на этом участке есть опал, или на этом участке нет опала. Шахтеры начинают с бурения вертикальной шахты в районе, которая, по их мнению, содержит опал. Затем они должны очистить подземную комнату достаточно большую, чтобы начать копать скалу. Основная идея горных работ заключается в том, чтобы извлечь опаловую глину из земли, загрузить ее в грузовик, и отвезти грузовик к месту сбора лужи в городе, и проверять, есть ли там опал. Оборудование, необходимое для добычи и стоимость регистрации заявки, могут быть очень дорогими. На самом деле, если вы хотите добывать здесь и быть резом, вам, вероятно, понадобится от 150 до 100 тысяч долларов в кармане, чтобы попробовать. Но покупка оборудования не гарантирует, что горняки найдут черный опал. Некоторые люди скажут, «О, там определенно есть опал, потому что по соседству они получили 200 тысяч долларов». Но это неправда. И тут целая эпопея. Почему там должен быть опал? Шахтеры ищут усадки в скале со следами опала. Они следуют за этими местами, называемыми благородными. Опал образуется, когда богатые кремнеземом грунтовые воды затвердевают в горной породе в течение миллионов лет. Большие кварцевые сферы внутри камня преломляют свет, создавая яркие цвета. Эта игра цвета делает каждый драгоценный камень уникальным. После того, как грубый опал, извлеченный, обработан от грязью, его нужно разрезать и отполировать. Именно тогда определяется реальная стоимость драгоценного камня. Стоимость черного опала может варьироваться, начиная с тысячи долларов за карат на заводе и заканчивая десятками тысяч долларов за действительно изысканное и высочайшее качество. Основной камень 241 карат. Несколько тысяч долларов за карат не будут неразумными. Итак, много денег? Цвет, яркость и узоры могут влиять на цену черного опала. То, что вы ищете в опале самого высокого качества, это черный камень с действительно ярким цветом. И как можно большим количеством красного и других цветов. Итак, самый ценный черный опал – это действительно ярко-красный камень на очень черной основе, который просто светится. И вообще их не часто увидишь. Недостаток предложения сильно влияет на цену черного опала. Сейчас мы едва успеваем за спросом. Как только вы найдете камень ювелирного качества, вы поймете, что на него есть покупатель. В период с 2005 по 2006 год в Lightning Ridge было добыто около 30 миллионов долларов опала. А для любителей черного опала просто нет ничего подобного. Это просто волшебный камень. И когда я переехала в Lightning Ridge, меня покорила только его красота. Это потрясающая работа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!